МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На городской доске почёта республиканское унитарное эксплуатационно-строительное предприятие Днепробукский водный путь. Своё почётное место предприятие займёт по праву. Как и в предыдущие годы, оно справилось с главной задачей. Обеспечило безопасные условия судоходства на закреплённых внутренних водных путях, реализовало немало сложных проектов, которые позволили ведущему предприятию отрасли внести весомую лепту в экономическое развитие не только целого региона, но и всей страны. Когда генеральный директор республиканского унитарного эксплуатационно-строительного предприятия Днепробукский водный путь Николай Котецкий поднимался на сцену для вручения диплома о занесении предприятия на городскую доску почёта, в его адрес звучали дружные аплодисменты. Так, хозяйственный актив Пинска выражал свою признательность за то, как обеспечил коллектив предприятия транспортное сообщение в регионе на время реконструкции основного моста через реку Пина, используя мировой опыт. Время доказало и правильность предложенного и реализованного смелого, уникального в своём роде проекта. Я очень благодарен, что исполком по достоинству оценил наш вклад не только в решение транспортной ситуации, которая возникла, но и наш вклад в регион Брестской области. Основной точкой явилось это стартовое совещание, на котором были услышаны мои доводы о том, что это экономически целесообразно, это даст экономию для бюджета, это удешевило временный проезд практически в два раза. Задача была поставлена сложная и ответственная, но именно на строительстве таких сооружений и специализируются предприятия. Достойно работали в этом проекте практически все предприятия. Это и Пинский судоримзавод, это Белсудопроект. Ну и основную долю, конечно, объёмов по освоению взяла на себя Днепробукское предприятие водных путей. Начиная с эскизных разработок и заканчивая реализацией элементов на стапелях Петриковского завода. Ну и здесь тоже на нашей ремонтно-отстойной базе. Буквально в сжатые сроки были внесены изменения в проектную документацию, разработаны эскизы и чертежи, проведена реализация. Достойно мы открыли движение по этому транспортному коридору, причём много было нюансов, но благодаря единой идее, идее, поддержанной область полкома, это было решено. Особенно стоит подчеркнуть, благодаря налаженному коммуникационному сообщению устойчиво работал народно-хозяйственный комплекс региона. На период навигации тоже не было никаких срывов. И наш, вы знаете, круизный теплоходик «Белая Русь» тоже в соответствии с графиком работал. Работали и грузовые. Сюда эта транспортная развязка, она достойно себя зарекомендовала. Мы смогли обеспечить и переброску сельскохозяйственной техники, смогли обеспечить переброску негабаритов. Хочется отметить, что балки мостовой конструкции, вот эти балки железобетонные, тоже через этот наплавной мост были доставлены на Столинскую сторону с целью дальнейшего монтажа и формирования основного моста. Специалисты Днепробукводпути обеспечили и обустроили насыпную площадку прямо на русле Пины для мостостроителей. Благодаря этому они смогли вести работы и на суше. Мы просчитали возможность пропуска через один русловой пролет всего потока воды. Мы предусматривали в случае весенних каких-то подтоплений, чтобы площадка работала, чтобы на площадке можно было безопасно выполнять строительно-монтажные работы. Уже в эти дни движение по основному мосту сможет осуществляться. С 25-го числа, а именно сегодня, идет открытие навигационного оборудования на участке водных путей от порта Пинск до порта Микошевич. А это значит, специалисты Днепробуга приступят к заключительной фазе – демонтажу наплывного моста и других сооружений. Нам надо еще русловой пролет весь очистить. Нам убрать надо подъезды, шпунтовые заграждения, конструктивы, которые обеспечивали безопасность по временному наплавному мосту. Мы должны их демонтировать, убрать и в их местах дислокации сделать благоустройство, закрепление берегов и уборки этой рабочей площадки. Это все будет выполнено. Я надеюсь, что при благоприятных условиях весь апрель месяц это будет посвящено этому объему работы, и оно будет достойно выполнено. Все это говорит о высоком профессионализме, потенциале предприятия, которому по силу решить самые сложные гидротехнические задачи. Компания многопрофильная. Это и гидроэнергетика, это и строительство гидротехники, реконструкция сооружений, туризм, перевозки. Все то, что связано с водными путями, связано с водой, связано даже с закрытыми бассейнами, с прудами, с озерами, во всем этом мы работаем. Наработанный в этом направлении опыт дает возможность участвовать практически во всех значимых проектах страны и за ее пределами. Работа не останавливалась. Она не была сконцентрирована только на проблемах Пинского моста. Это у вас потенциал такой, правильно? Это работа и на других объектах. Это работа и в столице нашей по очистке прудов. Тоже очень достойно коллектив сработал в шатые кратчайшие сроки. Свой замечательный подарок, как всегда эксклюзивный, сделает Днепробуквотпуть столицы нашей родины Минску к 9 мая. Им доверено строительство уникального гидротехнического сооружения – фонтана в парке имени Янки Купалы. В нашей столице будет изумительное такое шоу, разработанное с подсветкой, с фонтанами. Там все эти фонтаны будут в ритм музыки, которая будет звучать в парке. Ну а нас попросили, поскольку мы обладаем определенным потенциалом, основными средствами, попросили сформировать фундаменты для этого фонтана, поскольку они подводные. Там работают и водолазы, там работают и наши плавсредства, там все механизмы, которыми мы обладаем. Уже в этом году будут завершены строительные работы в Национальном парке Припятский. Большой объем работы выполнен также по Национальному парку Припятский в контексте строительства и причала для судов и набережной. Очень интересный фрагментальный такой момент и такой объект, который характеризует нашу профильность хозяйственной деятельности. В конце 2019-го был сдан в эксплуатацию судоходный шлюз «Рагадыш» с новыми параметрами и тут же приступили к реализации реконструкции в Перерубе. Весь коллектив предприятия «Днепробукский водный путь» работает на результат. Сегодня уже надо думать о будущем, сегодня надо работать опять в направлении формирования портфеля заказов, его насыщения. Сегодня мы уже озадачены проблемами и работой по открытию навигации. Сегодня нам надо сформировать инфраструктуру, создать условия для судоходства. Ведь задача стоит о том, что в эту навигацию обеспечить перевозку грузов Украина-Беларусь, что было и отражено на втором форуме регионов. И специалисты Днепробукского водного пути сделают это как всегда качественно и в оптимальные сроки. Здесь не привыкли пасовать перед трудностями, дело свое любит и знает каждый. Мы не останавливаемся на достигнутом, мы идем планово, системно по развитию и реконструкции подпорных сооружений, реконструкции Днепробукского канала, ну а также развитию самого предприятия.